Диалог В октябре 2014 года В октябре 2015 года назначен исполняющим обязанности, а в январе 2015 года избран на должность первого секретаря Гомельской областной организации общественного объединения БРСМ. В 2017 году повторно избран делегатами областной отчетно-выборной конференции. В 2018 году окончил Академию управления при президенте Республики Беларусь по специальности государственное управление и право. На вопросы, которые касаются деятельности общественного объединения БРСМ, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Игорь Владимирович. Здравствуйте. Я вас поздравляю с главным государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь. Вчера, несмотря на дождь, торжества продолжались до позднего вечера. И думаю, что вы принимали активное участие. Конечно. Молодежь активное участие принимала на протяжении всего дня, но и в преддверии нами проводилось очень много патриотических акций, которые все-таки, наверное, не то что, можно сказать, что учили любить страну, а рассказывали, за что можно ее любить. И потому что зачастую молодые люди в интернете, получая информацию, что-то не знают, что-то не слышат. Наша задача вот в рамках этих акций и мероприятий, в преддверии Дня независимости, более подробно рассказать, что значит все-таки независимость для нашей страны. Конечно, это нужно молодому поколению объяснять. А у вас есть свои традиции, связанные с этим днем, в частности, День вышиванки. Насколько, на ваш взгляд, интересно все прошло? Да, три года назад мы взяли на себя такую инициативу, именно продвигать этот праздник. И вот уже в течение трех лет он даже превратился не в День вышиванки, а в Неделю вышиванки. На протяжении этой недели мы проводим, опять же, свои акции, которые все приурочены именно к национальному орнаменту. Подари новорожденному вышиванку, те, которые будут в этот период рождены, дети. Наши активисты посещали каждый роддом в Гомельской области и вручали им вышиванку. Ну и самое главное, это популяризация вообще, в принципе, национального орнамента среди молодежи. БРСМ даже объявил конкурс фото вышиванки, посвященный именно белорусскому орнаменту. То есть сейчас мы всю эту красоту сможем увидеть, и наши зрители тоже. Расскажите, пожалуйста, сначала о том, как появилась идея, какую цель здесь Союз молодежи преследовал. Ну, в первую очередь, это как можно более активнее задействовать социальные сети. Это и Инстаграм-приложение, и ВКонтакте. И это, наверное, самый из действенных способов, что мы кинули клич в первый год среди молодежи и решили посмотреть, как вообще это пройдет, не пройдет. И уже в первый год очень много молодых людей отозвались для участия в этой акции. На сегодняшний день уже прошло три года, и более 500 работ поступили в адрес областного комитета, который мы перенаправили уже на оценку экспертной комиссии в город Минск. И уже определены победители. Сегодня мы увидим фотографию. И главная цель этого конкурса, как я уже сказал, это чтобы молодежь вспомнила национальные традиции. Потому что, если хотя бы одно поколение забудет эти традиции, то возродить их уже будет тяжело. Вот благодаря этому конкурсу мы стараемся, скажем так, сделать модным наши национальные орнаменты, в том числе и на одежде молодых ребят. Ну, нужно отметить, что удивительно всем это подходит. Подходит и девушкам, и очень трогательно смотрятся самые юные граждане нашей страны на таких фотографиях. Какой-то придают, да, духотворенность, особый романтизм этим фотографиям. Потому что, наверное, в обычной одежде были бы фотографии и фотографии. А так удивительные какие-то. Вот эта последняя работа как раз принадлежит победителям. Да, это победителя Татьяна с Лельческого района. Два года до этого Жлобин был победителем в различных номинациях. В этом году это стали лечиться. И я рад, что растет география людей, которые заинтересовались данным конкурсом. На самом деле, очень хорошая инициатива. Вы видите, что люди откликнулись активно. Это и для всех, кто фотографией увлекается. И, наверное, были фотографии совершенно обычные, любительские. Тут же не в этом дело, да? Конкурс ведь не мастерства фотографа, а того, какой получится композиция. И с учетом возможностей современных телефонов, не обязательно даже быть профессиональным фотографом, чтобы сделать хорошую фотографию. Поздравляем победителей. Вы молодцы. Действительно, работа очень праздничная к этому дню, к Дню Независимости. Очень хорошая, очень светлая инициатива. Продолжаем. В РСМ самая массовая молодежная организация. Сколько человек в нашем регионе в ее рядах состоит? Расскажите, пожалуйста. На сегодняшний день порядка 80 тысяч молодых людей являются членами нашей организации. Это 26% от общего числа количества молодежи. Но, вы знаете, мы никогда не гнались за численностью. Самое главное, что потом с этой численностью делать и качественно с ней работать. Вот о том, насколько качественно вам удается с ней работать, поговорим. А сейчас давайте отвлечемся, послушаем, что тревожит нашего телезрителя. Здравствуйте. Добрый день. Слушаем вас. Савойстин Андрей, активист БСМ, участник конкурса «Студия для Беларуси» и финалист этого конкурса. И у меня непосредственно вопрос. Вот прошел конкурс, мы подали проект, нас наградили. А что делать вот в межконкурсный период? То есть идеи остаются, рождаются новые проекты. Можно ли просто прийти, предложить проект? Окажут ли нам поддержку и содействие в его реализации? Спасибо большое за вопрос. Вопрос действительно очень по существу. Очень хороший. Что происходит между конкурсами? Да, Андрей, ну, на самом деле, подведение конкурса «Студия для Беларуси» проводится раз в год. Сначала на районном этапе, потом на городском, потом на областном и потом уже на уровне республики. Мы стараемся в промежутках между этими конкурсами работать с нашими участниками в плане их обучения, подготовки и презентации своих проектов. Вот буквально недавно в преддверии республиканского этапа мы провели семинар учебу по презентации. И вот сейчас летом планируем уже следующий этап с нашими партнерами «Белбренд» по работе с нашими участниками вот этого проекта «Студия для Беларуси». А можно свои идеи как-то на перспективу? То есть пока, может быть, еще такой период между этапами, еще нет? Актуального времени подачи заявки, оно ее... «Союз молодежи» в принципе это организация, которая создана для того, чтобы помочь молодому человеку себя реализовать. И сколько людей не приходило с различными идеями, мы оказываем содействие, чтобы состыковать их с отраслевыми комитетами того же Гомельского облсполкома, которые компетентны в этом вопросе. Будь то здравоохранение, образование или еще что-нибудь. То есть вы уверены, да, что можно, что в комитете будут рады инициативе? Ну, у нас любой инициативе рады, потому что, в принципе, это суть общественного объединения – найти эти инициативы и помочь их реализовать вместе с молодым человеком, который ее принес. Игорь Владимирович, а как вы относитесь ко мнению, я думаю, что вы его слышали, что ребят в школах и вузах заставляют вступать в «Союз молодежи»? Ну, это принято так. Ну, бытует такое мнение, и, наверное, оно появилось. Не бывает, как говорится, дыма без огня. Где-то, может быть, на местах секретари первичных организаций в школах перегибают палку. Но мы никогда не ставим перед собой задачи и не ставим планы по численности. Потому что это может привести к тому, что репутация организации будет испорчена тем, что только заставляют, но не делом привлекают, а заставляют. Поэтому мы не сторонники этого и всячески этого избегаем. То есть такого плана, сколько новых членов должны пополнить ряды БРСМ, не существует? Нет, конечно. Это постоянно живой процесс. Вот, например, сейчас 11-классники закончили школу, они разъехались по всей стране в разные вузы. Это уже минус нам идет численностью. Но мы потом, в сентябре месяце, появятся новые 14-летние ребята, которые захотят вступить в ряды нашей организации. А самый активный период это какой? Это 14 лет или это такой же более осознанный возраст, когда люди начинают действительно что-то делать, чем-то увлекаться, заниматься? Ну, вот по инициативам от молодежи, если смотреть по этому, скажем так, критерию, то, наверное, самый активный возраст это от 16 до 20 лет. То есть когда вот начало студенчества еще, вот они глаза горят, они хотят изменить мир. И наша задача им помочь это сделать, чтобы эти глаза не потухли на протяжении этих лет. Задача замечательная. Давайте конкретики перейдем. Что может дать организация молодежи? Вот так по пунктам. Ну, нужно начать с того, что у нас 7 направлений, которые абсолютно разносторонние. Они и вот студии для Беларуси. Это направление, которое позволяет нам найти талантливую молодежь именно в каких-то IT-проектах, в промышленных проектах, поддержать их и обучить. Есть творческие конкурсы, которые талантливых молодых людей в вокале, в танцах. Это вот мы сейчас на славянский базар повезем делегацию с двух автобусов, которые будут представлять Гомельскую область. То есть каждое направление, оно призвано раскрыть одну из граней молодого человека. И поверьте, ни один молодой человек, который пришел к нам в организацию со своей инициативой, идеей, со своим талантом, не остался без внимания. Не жаловался никто, да, что я талантливый, а мне не помогают. А меня никуда не зовут, не везут. Хорошо, Игорь Владимирович, мы поинтересовались мнением людей на улицах о том, как можно помочь нашей молодежи себя реализовать. Давайте посмотрим. Я думаю, побольше открывать бесплатных кружков для детей, чтобы они детского возраста искали себя. А так как сейчас все в большинстве случаев платно, родители не могут себе позволить детей куда-то отправить. А для того, чтобы они потом реализовались, надо сначала найти, в чем вам реализоваться. Я считаю, что государство должно ориентироваться на интересы молодежи, должно быть больше кружков, секций, ну таких, как, например, вокал, танцы, ну допустим, просто, чтобы люди интересовались, ходили и занимались там. Больше спорта уделять внимание, меньше продавать алкоголь, табак, ну развиваться физически, это главное. Занять, наверное, молодежь надо. В принципе, у нас для этого все делается. Есть и секции, есть и кружки, все что угодно. Главное – желание. Мне кажется, наше государство и так уже достаточно много делает, создает много кружков и всего остального для того, чтобы просто надо туда приходить и делать то, что считаешь нужным. Для этого должны будут создаваться какие-то центры, места для усовершенствования познания вот новой технологии, техники. Нужно заинтересовать изначально, то есть малолеса какие-то, открывать кружки, центры, больше кружков, чтобы они потом с последующим развитием этой молодежи и, соответственно, дальше брать их в училище по той же специально, по тому же направлению и потом уже привлекать уже, соответственно, ту же работу, по которой они развивались, чтобы был нормальный специалист. Форумы. Ну, они, я думаю, есть форумы, может быть, побольше, где идеи какие-то, которые можно продвинуть дальше, давали возможность молодежи вот эти форумы, свои идеи привнести в жизнь, не только чтобы на бумажках оставалось в идее в голове, а чтобы можно было реализовать. Ну, у нас вот в России, в Крыму такие форумы проходят, сейчас не помню, что они называются. Ну, вот, где вот там все, кто-то, молодые предприниматели показывают свое мастерство и выносят это на публику, и дальше это идет уже в производство. Стараться дать хорошее образование, показывать пример других успешных людей. Вот так. Больше свободы предпринимателям, а вообще мы сами. Все зависит только от нас. Вы смотрите «Диалог», и мы говорим сегодня о работе Белорусского республиканского союза молодежи. Присоединяйтесь к нашей беседе. Игорь Владимирович, что-то для себя почерпнули из этого вопроса? Ну, вы знаете, они практически перечислили определение тех семи направлений, про которые я сейчас говорил. Но я соглашусь, вот девушка говорила о том, что и я, путешествуя по разным странам СНГ, что в нашей стране созданы настолько хорошие условия для реализации молодого человека, что аналогов практически нет. Самое главное – желание этого молодого человека встать из-за компьютерной игры и что-то изменить в себе и сделать для общества. Ну, а какие инструменты для этого есть у БРСМ? Потому что, ну, на самом деле, очень многие вещи для каких-то… для реализации проектов нужны деньги, например, да? Для конкурсов, ну, нужны площадки, нужны спонсоры, ну, хотя бы для призов. Что в вашем распоряжении? Ну, во-первых, каждый член БРСМ раз в полугодие сдает членские взносы. И каждый рубль из этих денег идет именно на реализацию этих форумов, проектов и на поощрение победителей, ну, чтобы был стимул молодому человеку участвовать. А по поводу того, что конкретно делаем, ну, опять же, конкретные мероприятия, которые позволяют из тысячи молодых людей найти самых лучших, определить их в какую-то единую базу данных и передать уже непосредственно в структурные подразделения того же Гомельского босполкома, которые будут дальше с ними работать. Это наша основная задача. Среди тысячи талантливых молодых людей найти сотни самых лучших. Достойная цель. Есть по этому поводу вопрос у нас на Вайбере. Какие проекты будут впервые реализованы БРСМ в этом году? Дополнение. Какие самые значимые и массовые мероприятия проводятся, в которых молодежь принимает самое активное участие? Давайте так на две части мы его условно поделим. Самые популярные, самые массовые мероприятия и проекты, какие бы вы выделили, и те, которые будут реализованы впервые. Ну, что касаемо проектов, которые самые популярные и массовые, ну, если это можно назвать проектом, это студотрядовское движение. Это самое массовое, популярное. Но День вышиванки тысячи молодых людей привлек, и на самом деле им видно, что это интересно. То есть мы не заставляем принимать участие в этих акциях, мероприятиях, а им это интересно, потому что это сейчас стало модным, в том числе и благодаря Союзу молодежи. Что касаемо новых и национальных проектов, я уверен, что молодой человек, который задавал вопрос, он, наверное, не знает еще про все проекты, которые существуют. Ведь мы, можно создать сотню новых проектов ежегодно, но самое главное – качество реализации. И что потом в итоге? Ну, поучаствовал молодой человек, ну, стал победителем. А что ему это дает? Вот это самое главное. А в рамках Союза молодежи создаются множество проектов, именно которые идут от молодежи. Они приходят с инициативой. Недавно, например, обратился молодой человек, он открывает свою школу воркаут. Такого еще нету. И наша задача сейчас максимально ее популяризировать в социальных сетях и где-то помочь, может быть, административным. А сколько лет молодому человеку? Он 21 год ему. Ну, то есть ответственность он может нести за тех, кто к нему придет. Да, да. То, что они живые и на своих ногах потом оттуда уйдут с этой площадки. Ну, на самом деле, невозможно помочь только тому, кто сам ничего не хочет делать и никаких инициатив не поддерживает. Наверняка у вас, как у руководителя комитета, есть люди, которые вам помогают. Ваши такие надежные помощники, верные. Какие первички БРСМ в каких районах, на каких предприятиях, самые активные в Гомельской области? Ну, хотелось бы начать, что есть районы, да, такие двигатели, да, территориальный комитет. Это, конечно же, город Гомель, самый крупный территориальный комитет. Это Жлобин, Мозырь, Светлогорск, Речица. Это те районы, которые отдают основную массу идей и инициатив в принципе. Но мы не стараемся их сразу выводить на областной уровень. Каждая инициатива, идея, она должна, как мы говорим, пройти один год у себя в районе. И потом мы изучаем ее результат и эффективность, и потом уже стараемся вытянуть на областной уровень. Если она себя хорошо зарекомендует, она может стать и республиканским проектом. Поэтому есть крупные предприятия, Гомсельмаш, БМЗ, где, наверное, самые сильные первичные организации. Там очень сильно развито волонтерство. Там очень сильно развита именно организация досуговой деятельности. Но таких мероприятий, например, за минуту не перечислишься. Их много, да? Я могу какие-то крупные назвать. Но самое главное, что работающая молодежь, ведь это такой непростой сегмент. Если школьник и студент – это одна история, то работающая молодежь – это уже взрослый молодой человек, сформировавшийся личность, у которого есть семья, работа. И вот здесь с ним надо работать очень аккуратно и использовать его ресурс в том, что он захочет. Там уже никак ты не переубедишь и не перевоспитаешь. Там его надо аккуратно направить в нужное русло. У нас это основной из таких рычагов – это, конечно же, волонтерство. Да, замечательный отряд «Доброе сердце», по-моему, да? На Гомсельмаши действует, очень много мероприятий проводит. У нас «Доброе сердце» – это, в принципе, волонтерское движение называется. Да, на каждом предприятии есть свои отряды. И вот у нас буквально «Седьмое небо» стал победителем на уровне республики, стал лучшим волонтерским отрядом. Это взрослые молодые люди, которые сознательно ходят в детские дома на различные праздники и не оставляют маленьких детей, которые в свете разных жизненных ситуаций оказались одни, помогают им в подарки, устраивают для них праздники, переодеваются в клоунов. То есть абсолютно разные формы. Но на сегодняшний день мы видим для себя, это, наверное, такая основная форма воспитания работающей молодежи – это волонтерство. Ну, это достойно уважения, бесспорно, когда люди уже на таком уровне реализации себя, когда у них есть потребность просто отдавать свое тепло, помогать другим. Замечательные ребята. Я думаю, что на их примере, на самом деле, будет молодежь учиться. Те, кто пока еще у кого, еще пока другие задачи – учиться в школе, да, и как-то себя проявлять, себя узнавать. Лето. Это в нашей стране, как известно, особый семестр для студенчества, трудовой. Приятно, что Гомельщина по строоотрядовскому движению в лидерах. Тут, как вы себе этот успех объясняете, у нас студенты и школьники самые трудолюбивые, или у нас наниматели самые лояльные молодежи? Ну, начнем мы с того, что у нас область самая большая, да, как бы с этого. Но, на самом деле, отрадно, что наниматели понимают, что, да, где-то, может быть, ему этот студотряд в экономическом плане, да, в ноль он сработает, ему какой-то сильной выгоды не принесет. Но отрадно понимать, что наниматели понимают, что это, в первую очередь, воспитательный момент. Что это может быть чей-то внук или чей-то ребенок, который в это время вместо того, чтобы сидеть во дворе и пить спиртные напитки, находится на работе. И помимо того, что он зарабатывает свой первый рубль, за который он потом сможет что-то приобрести, кроссовки, телефон, это уже все что угодно, он еще и воспитывается именно уже как полноценный гражданин Республики Беларусь. Да, воспитывается в коллективе. И, мне кажется, то поколение руководителей, которые сами ездили в студенческие такие отряды. Да, как говорят мы, бывшие комсомольцы. Бывшие комсомольцы, у них такие воспоминания теплые, наверное, об этих днях, что я думаю, что они с удовольствием ребятам дают такую возможность, дают работу. Я предлагаю в продолжение этой романтической темы посмотреть сюжет. Гомельский железнодорожный вокзал. 25 мая 2018 года. 27 студентов Гомельского государственного университета едут в один из лучших детских центров Российской Федерации «Орленок». Условиями договора для членов сервисного студотряда предусмотрены бесплатное проживание и трехразовое питание за счет принимающей стороны. Для студентов эта поездка – хорошая возможность не только заработать, но и найти новых, настоящих друзей. Я уже еду второй раз, ездила в прошлом году, получила уйма впечатлений, поняла для себя, что все-таки не деньги важны, а атмосфера. Сам студенческий отряд очень важен, с кем ты вообще находишься. Московская область, Туапсе, Курск, Сочи. В этом году гомельские студотряды, выезжающие за пределы республики, будут убирать урожай и оказывать сервисные услуги. Три месяца в гостиничном комплексе «Сочи-Парт-Отель» будут работать студенты Гомельского государственного университета. Программа обещает быть насыщенной, тем более, что в Сочи пройдут матчи Чемпионата мира по футболу. В первую очередь, это хорошо провести время, заработать денег, посмотреть новую страну. Мы едем помощниками официанта, то есть, ну, я предполагаю, возможно, будем сервировать столы и всяким таким заниматься. Самыми первыми на работу в составе студенческого отряда в этом году вышли учащиеся Гомельского профессионально-технического лицея речного флота. Каждый день на протяжении четырех часов они оказывают помощь по благоустройству дворцово-паркового ансамбля. В Гомельском областном штабе студенческих отрядов говорят, что готовы трудоустроить в летний период всех желающих. Главное – желание и в некоторых случаях наличие соответствующих профессиональных навыков. К августу больше будет, естественно, сельскохозяйственных отрядов. Будут уже работать на зерноатаках, то есть уборка урожая будет идти, и тогда уже будут преобладать сельскохозяйственные отряды. А сейчас, в принципе, все одинаково. И стройотряды, и сервисные, и производственные, и педагогические даже в этом году у нас есть отряды. В открытом акционерном обществе Гомсельмаш студотряд приняли впервые. Кандидатов отбирали по результатам на предприятии и практике учащихся автомеханического и машиностроительного колледжей. В конце июня, когда отряд заканчивал работу, в администрации завода констатировали – работой ребят довольны. А поэтому практика принятия студотрядов будет продолжена. Что касается самих бойцов, то у них только положительные эмоции. Я пошел на эту профессию, потому что она мне понравилась, и хотел немного подкопить денег на компьютер. В общем, мне, в принципе, здесь все нравится. Люди хорошие, встретили хорошо. Если обратиться к кому, всегда все помогут. Трудовое лето 2018 продолжается. Кто-то уже вернулся из студенческого отряда и занимается другими делами. Кто-то только собирается надеть форму. Сегодня в областном штабе подводят первые итоги и констатируют – причин для пессимизма нет. В прошлом году у нас было трудоустроено порядка 1250 человек. В этом году у нас уже заключено договоров на полторы тысячи. Именно на работе в 100 студенческих отрядов молодых людей. Также около уже тысячи договоров заключено на трудоустройство детей в индивидуальной форме. И где-то около 150 человек у нас уже точно пойдут за рубеж работать. То есть уже в этом году прирост есть по сравнению с прошлым годом. В эфире программа «Диалог». Первый секретарь Гомельского областного комитета БРСМ Игорь Зувалей – гость нашей студии. Игорь Владимирович, будет ли этот трудовой семестр чем-то отличаться? Есть ли какие-то новации у вас в этом году? Ну, во-первых, открыли новое направление – это Сочи. В этом году впервые ребята туда поехали. 50 человек. Мы будем смотреть на результаты этого отряда. Уже делятся впечатлениями, как встретили? Ну, во-первых, сейчас они там в рамках чемпионата мира. То есть это отдельная история. Они там посещают фан-зоны. Вот эта атмосфера чемпионата мира. Ну, ребята пока в эфории. А обязанности у них какие при этом? Помощник официанта. Вот правильно парень сказал – сервировка столов, уборка и так далее. Ну, то есть работа не требующая особых навыков, что немаловажно. Потому что есть виды работ, которые нужны неопределенные корочки. И тут возникают проблемы, что молодой человек хочет работать в стройотряде, а он там не может работать. То есть здесь нету никаких специальных. Прошел сан-минимум. Есть желание, был активистом на протяжении года, потому что желающих много, а мест мало. Тебе дорога открыта. Вот в следующем году, если все нормально, мы планируем расширить количество именно участников этого отряда. Сколько могут заработать? И разница ли заработок в зависимости от направления? Конечно. Все зависит от формы отряда. Если это строительный, то это одна заработная плата, это одна из самых высоких. Престижных, да? Да, престижных. В этом году гораздо ближе подобрались уже сервисные отряды. Есть примеры, когда ребята по полторы тысячи рублей привозят. Это сергиевский, уборка урожая в Подмосковье. То есть все зависит от молодого человека. Там сдельная работа. Сколько ты сделал, столько ты получил. Можешь получить и 800 рублей, а можешь полторы тысячи. Поэтому и то же самое на стройке. То есть все зависит от твоего желания, сколько ты хочешь заработать. Игорь Владимирович, БРСМ несет ответственность за молодого человека и за то, что с ним будет происходить? Конечно. Одену ли он каску? Какие у него там условия в бытовке? Кто за это отвечает? Перед родителями? Чем, скажем так, чем приличает именно трудоустройство через Белорусский Республиканский Союз Молодежи? Что здесь вы можете получить гарантию полной защиты. В том числе и страховой. Потому что мы не можем отправить того же молодого человека за пределы Республики Беларусь без страховки. То есть, а где-то, если бы он сам по себе поехал, может быть, сэкономил бы, решил не страховаться. Здесь он застрахован, может быть, спокойно. Второй момент, что мы заключаем договора непосредственно и контролируем их, и потом проводим их через нашу областную миграцию, что позволяет исключить недобросовестных нанимателей. Потому что такие случаи тоже, к сожалению, бывают. Да, это самое главное, это безопасность, чтобы в итоге вернулся ребенок только с хорошими впечатлениями о таком опыте. Но студенты, люди взрослые, в конце концов, сами за себя в ответе. А вот как быть с несовершеннолетними? Их трудоустраиваете? Да. Несмотря на то, что с несовершеннолетними отдельная история, потому что в связи с законодательством там у них особые условия труда и рабочий день в два раза меньше при той же оплате, чтобы получал совершеннолетний. Но основная масса ребят этого возраста, несовершеннолетние, они трудятся на сельхозработах. Вот именно когда уже уборка урожая, сев и так далее. То есть те работы, которые не требуют особых навыков и особых каких-то допусков к сложности труда. Да, и травмироваться достаточно сложно. Да. Поэтому нелегко с несовершеннолетними, скажу сразу. Но тем не менее, мы стараемся сделать все, чтобы как можно больше молодых людей были заняты именно на работе, а не бездельничали где-то во дворах. Да, действительно. Ну а ребята, которым нужен дополнительный заработок, может быть сложная ситуация финансовая в семье, они в течение года могут обратиться? Есть возможность? Ну, я так понимаю, что, наверное, не столь массово, потому что нет определенного спектра работ в течение года. Ну, куда-то их трудоустроить. Ну, Союз молодежи достаточно давно уже приобрел бренд, куда любой, даже частный предприниматель может обратиться с поиском молодых людей, которые хотели бы заняться частично именно занятостью. То есть свободная от учебы времени. И у нас есть свой банк данных, когда люди приходят, какая-то раздатка материала, какая-то подработка в зимний период. То есть у нас есть банк данных, и есть люди, которые обращаются зимой и могут в свободное от учебы время подрабатывать. Спасибо, Игорь Владимирович. Давайте уделим внимание вопросам, которые пришли к нам на Вайбер, потому что обычно времени на них мало остается. Добрый вечер, Игорь Владимирович. Вопрос о взносах. Откуда может брать деньги на взносы студент-платник, который снимает комнату в новом городе? Уже не говоря о школьниках. Конечно, я понимаю, что сумма не очень большая, но все же, спасибо. Какая сумма? Ну, для студентов это на самом деле небольшая сумма, это 3,5 рубля за полугодие. И с учетом того, что это не каждый месяц, а раз в полгода, и это средства, которые потом, если ты инициативный молодой человек, будут на тебя же потрачены. Причем в гораздо других размерах. Если ты станешь победителем конкурса какого-то, то ты получишь приз в размере не денежным, но какой-то или фотоаппарат, или телефон стоимостью 150-200 рублей. А ты за полгода только отдал 3,5. Конечно, если отдавать и сидеть, как я говорил, уже за компьютером и ждать, кто-то придет и за тебя что-то сделает, а потом тебя еще и за это поблагодарит, но это, наверное, наивно. Но я вот призываю молодого человека, если он в Гомеле прийти в городской комитет, ему расскажут, что можно, как можно качественно провести время с участием Союза молодежи, чтобы потом не возникали вопросы, а куда, зачем я сдаю деньги. Да, это хорошая консультация. В чем я могу принять участие, как я могу как-то себя развлечь, реализовать, тут уже в зависимости от цели. Да, то есть главное желание самому что-то изменить в своей жизни. Еще один вопрос. Игорь Владимирович, где можно получить билет БРСМ нового образца и что для этого нужно сделать? Ну, на сегодняшний день билет нового образца запущен в городе Гомеле и в Калинковическом районе как пилотный проект. Да, с октября месяца это уже будет повсеместно во всех районах. А делать для этого что-то нужно? Подаешь заявку, сдаешь необходимую сумму и получаешь в течение месяца новый членский билет, который тебе позволяет достаточно много преимуществ в различных торговых сетях. Есть какие-то преференции, да? Конечно, это система автохелп, с ними у нас заключено соглашение и мы сейчас параллельно еще заключаем договора. То есть это достаточно приличные скидки при покупке тех или иных услуг в различных местах. Много слышал о проектах для учащихся и студентов, а что БРСМ предлагает работающие молодежи? Немножко мы об этом уже говорили? Да, мы немножко говорили, но мы стараемся организовать досуг молодых людей. Это боулинг, катание, игра в мафию. Спортзал. Спортзал, да. Предоставляем какие-то скидки для посещения спортзала, пробиваем эти скидки. То есть наша задача максимально качественно организовать досуг молодежи. Ну и второй момент это волонтерство. Да, вот как раз есть вопрос. Интересно узнать о волонтерском движении, благотворительных программах БРСМ. Ну их на самом деле множество. Благотворительных программ. Да, и тут можно очень долго перечислять. Наверное, мимо просьбы о помощи БРСМ не проходит. Очень много проектов в поддержку ребят, которым нужно дорогостоящее лечение. Да, все краски жизни для тебя. Ежегодно мы проводим благотворительные концерты, привлекаем внимание общественности к проблеме того или иного ребенка, которому очень срочно нужна помощь. В школу с добрым сердцем собираем портфели в преддверии 1 сентября для ребят, которые тоже по тем или иным причинам не могут себе позволить полноценно и качественно собрать портфель. Наши активисты и волонтеры проводят акции, потом формируют эти портфели и в торжественной обстановке их передают. Помощь ветеранам, что немаловажно. Помощь одиноко проживающим людям. Ведь все вы слышали, что ураганы были, когда и снегом завалили. А когда бабушка или дедушка один проживает в частном дворе, и он один не может, грубо говоря, просто двор расчистить. Тут действует горячая линия, на которую, если ветеран или одиноко проживающий обращается, сразу приезжает отряд и помогает в уборке этого снега. Это просто я сейчас верхушку айсберга рассказал, то, что в голову первую приходит. А таких проектов на самом деле много. Они направлены на различные, скажем так, слои населения. Это и дети, и ветераны, и одиноко проживающие. Да, на самом деле, если чем-то полезным молодежь не занята, то занята совершенно такими вещами, которые, по крайней мере, к категории рискованных относятся. Это правда. Это возраст взросления, возраст бунта, возраст отрицания авторитета старших. И очень странная история порой может молодых людей заносить. Игорь Владимирович, как Вы думаете, какие проблемы сегодня есть у молодежи, и может ли БРСМ участвовать в их разрешении? Ну, проблему Вы практически озвучивали. Это вот этот возраст, да, когда молодой человек считает, что он уже повзрослел, и что уже сам во всем разберется. Но на самом деле он старается абстрагироваться от родителей, и ему нужен новый какой-то лидер, идеал. И вот найдет он его во дворе в виде хулигана или найдет в виде волонтера, который привлечет ему к волонтерской деятельности. Вот наша основная задача вот на этом моменте перехватить этого молодого человека и направить его в нужное русло. Поэтому основная проблема – это его, скажем так, направить в нужном направлении. Посредством чего? Волонтерство, 100 идей для Беларуси или МАОПа – это уже второй вопрос. Ну и, как известно, хорошие результаты дает такая стратегия, как равный обучает равного. И то, что ты слышишь от сверстника, который тебе нравится, ну, это может быть во много раз, наверное, более значимо для подростка, чем такая же информация от какого-то взрослого, у которого нет авторитета для этого ребенка. Да, потому что они считают, что взрослый их не понимает, а вот сверстник их понимает, и мы всячески эту методику применяем, в том числе и в воспитании молодых людей. К социальным сетям как вы относитесь? Положительно. Сам им постоянно пользуюсь. Да, я активный пользователь. Да, я не знаю, наверное, сейчас активных пользователей, даже 50-60 лет пользуются. Пускай ограничено только одноклассниками, но пользуются социальными сетями. Сейчас для молодых людей это основной, скажем так, источник информации. И то, как она будет там преподнесена, так у него будет сформировано мнение о том или ином событии. Поэтому мы этому уделяем огромное внимание. Только в социальной сети ВКонтакте у нас более 70 тысяч подписчиков. То есть благодаря одному клику мыши и размещению информации мы доносим сразу до 70 тысяч молодых людей. Это очень такой серьезный ресурс, и мы его не можем недооценивать. И я бы сказал, что это, наверное, одно из самых главных наших сейчас таких механизмов работы с молодежью. Спасибо большое. Загляните в социальную сеть в группу БРСМ. Первый секретарь Гомельско-областного комитета БРСМ Игорь Завали был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова